В Рязанском доме Белого Аиста на постоянной основе живут всего четыре особи. Остальные же птицы прилетают сюда на гнездовье. Для этого на территории сооружены специально оборудованные опоры. Вот такие вот гнезда становятся временным домом для пернатых семей с начала весенних брачных игр, вплоть до отлета подросших птенцов и их родителей на юг. По результатам разведения птиц, которые у нас, у нас за то время, которое этот проект существует, было отложено 19 яиц, было выращено 14 птенцов. Все они, кроме одного, улетели на юг, на зимовку. Кто-то из них возвращался. То есть этих птиц видели. Вообще этим птицам привычно селиться рядом с людьми. До появления Рязанского дома Белого Аиста численность этих пернатых была небольшой. С каждым годом, благодаря орнитологам фонда, она растет. А это значит, что жители региона уже должны понимать и принимать правила соседства с Аистами. В целом, идея появилась спонтанно, если так можно назвать. Мы смотрели на людей, которые заинтересованы в группах, читают наши в СМИ все, смотрят. И мы поняли, что это очень интересные дети. Они интересуются, они рисуют нам рисунки. Мы предложили нашему руководителю водить сюда детей. И мы решили, что просто водить – это неинтересно. Сначала нужно рассказать детям про то, как вообще взаимодействовать с Аистами. Проект «Школа Белого Аиста» нацелен в первую очередь на молодую аудиторию. Здесь рассчитывают не только рассказывать о бережном отношении к природе и методах взаимодействия с Аистами, но и научить правильно создавать гнезда. Их будут ставить на специальные высокие опоры на территории Фонда поддержки восстановления популяции этих птиц. По словам авторов проекта «Школа Белого Аиста», их подопечные – это еще и хороший пример для детей и подростков. Ведь у Аистов очень ответственный подход к созданию ячейки общества. Они моногамны и обычно разделяют заботу о потомстве. По очереди насиживают кладку и вместе кормят птенцов. Кстати, проект поддерживает и региональный детский общественный совет по правам ребенка. Мы видим, что этот проект очень важен и нужен не только для нашей области, но и для нашей страны в целом. Мы будем, конечно же, через информационные источники сообщать об этом. И, конечно же, будем публиковать общие посты в наших сообществах. Рязанский дом «Белого Аиста» расположен недалеко от поймы реки Аки. Первый этап рассчитан на просветительскую работу со школьниками из ближайших населенных пунктов. Это будут специальные уроки, лектории, мастер-классы. Ареал охвата – порядка 30 учебных учреждений. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».